Дорогие друзья, этой зимой журнал «Психологис» выбрал меня своим приглашенным главным редактором, и я, собственно говоря, в этом создании этого издания сейчас принимаю участие. И в частности, я там даю интервью, мне задают вопросы, вот, и задали вопрос, говорят, ну, Андрей Владимирович, вы вот, значит, вас буквально перепахала болезнь, вы, значит, встали, так сказать, не то что с колена, а просто с кровати, и научились заново ходить, и, конечно, это вас изменило, вот. И это наша обычная идея, что только несчастье, только испытания способны сделать нас сильными. Я много работал в клинике, не только психиатрической, но и в обычной, общесоматической. И я вам должен сказать, что испытания, на самом деле, не лучший способ проверки себя на прочность. И, конечно, болезнь меня не перепахивала. На счастье, в тот момент, когда меня разбил паралич, это было в 97-м году, и мне было 23 года, и я уже был психотерапевтом, практикующим. Я со второго курса вел пациентов на отделение неврозы в клинике психиатрии, в Альминской академии. И у меня не было шока, у меня не было травмы. И я, правда, как врач понимал, что это за болезнь, но, с другой стороны, я даже внутри отделения, собственно, занимался психотерапией. И в одной из книг, по-моему, я описывал моих меняющихся товарищей по палате и ту помощь, которую психологическую я им оказывал. Я не испытал даже паралич, как удар судьбы. В красной таблетке я говорю, что на нас всех сыпятся всякие разные гадости. И это такой вопрос, никогда не можете ни от чего застраховаться. И это правда, но вот мне такое выпало, и что с этим делать? И я прошел через это просто потому, что я знал, как действовать, что делать со своими чувствами, что делать со своими мыслями, как правильно и конструктивно себя настраивать. У меня был совершенно гениальный эпизод. Меня уже прошло недели две, меня перевели из реанимации, я лежал в палате, и говорят, курпатов, к вам посетители. Но обычно ко мне бегали мои товарищи, с которыми я учился перед этим. Заходит незнакомый мне мужчина, молодой, подходит, говорит, вы курпатов, я курпатов, он садится на край. И он такой меня берет за руку и говорит, только не думай, только не думай. Я так смотрю на него. Что случилось? Выяснилось, что когда у него было гена Борре, тот же самый паралич, он все время думал про суицид, покончить с собой. И находился в полной уверенности, что все, кто в 23 года парализованы, думают только об этом. Я явно не был из их числа, я честно скажу. Более того, я даже провел у него некую психотерапию, чтобы он сам более качественно принял некие ограничения, которые ложатся на всех, кто переносит такое заболевание. И точка опоры, которую я обрел, на которой я держался все это время, это были мои знания и мое понимание того, как все работает. Как работает моя психика, как работают мои мысли, как работает мой организм, как работают отношения, как работает взаимодействие с другими людьми. Я написал книгу «Счастлив по собственному желанию», которая до сих пор переиздается вот на той койке, на которой мне парень говорил, «Только не думай, только не думай». Почему? Потому что другие мои друзья принесли мне первый, это был 97-й год, ноутбук. Это вообще, я в принципе не знал, что такие штуки существуют. Допотопный. Сейчас он мне до сих пор почему-то кажется, что он был невероятно прекрасный. Я на нем набирал книгу «Счастлив по собственному желанию». И при этом ко мне приходили мои пациенты, которых я не долечил. Я на костылях спускался в подвал и долечивал их в подвале клиники нервных болезней. Выйди из реанимации. Да, точка опоры в знаниях, понимаете. Поэтому я считаю, что у нас есть точка опоры. И это не просто в себе. Потому что часто говорят «найди точку опоры в себе». Ну, офигенно. В себе в каком месте? В ноге, в попе, я не знаю, в затылке. Где в себе найти точку опоры? Точка опоры – это в том, как мы себя внутренне организуем, как мы себя строим, как мы себя создаем. А это возможно только с использованием знаний. И поэтому в рамках нашей большой такой и серьезной, и очень ответственной акции «Что делать?» мы начнем, откроем и пойдем в такое прямо отдельное крутое путешествие. Это будет целый такой клуб, где будет много всяких разных активностей, много разных специальных марафонов, и тех, которые мы проводили, и новых. Но самое главное – это будет способ организовать себя, структурировать себя, увидеть себя, почувствовать себя, стать собой, и это будет самой настоящей точкой опоры для того, чтобы какие бы лихие беды вас в этой жизни не пытались сбить с пути, вы будете чувствовать себя спокойно, уверенно и внутренне свободным человеком. Точка опоры в этом. И я очень хочу, чтобы все вы эту точку опоры обрели. Теперь вы знаете, что делать.